Иркутская область готовится к продлению режима изоляции. Перечень карантинных мер и способов поддержки населения разрабатывает региональное правительство. Еще одна неделя изоляции. Мэр округа утвердил продление режима ограничений пока до 12 апреля. Шоковая дезинфекция. Коммунальные службы обрабатывают ангарские подъезды новым веществом. И скорая помощь для пенсионеров. Волонтеры принимают заявки на доставку продуктов и лекарств. Иркутская область готовится к продлению режима изоляции. Решение о дальнейшей работе предприятий и карантинных мерах глава при Ангаре Игорь Кобзев примет в ближайшее время. Напомним, накануне вечером к населению обратился Владимир Путин. Президент объявил о продолжении нерабочего периода до конца апреля. В областном правительстве при участии Минтруда и других ведомств сейчас обсуждаются меры поддержки для сибиряков. А тем временем Минздрав выявил восьмой случай заражения коронавирусом. Еще как минимум один пациент имеет сомнительные результаты исследования. Окончательный ответ дадут эксперты новосибирского центра «Вектор». Со 2 апреля в регионе действует постановление Роспотребнадзора об обязательном помещении на карантин людей, пребывающих в области заграницы. В среду более 100 пассажиров рейса из Пхукета были перевезены в обсерватор города Шелихов. У женщины, летевшей этим самолетом, подтвердился коронавирус. Она помещена в инфекционную больницу. Многие выразили протест против доставки их в обсерватор в город Шелих. В настоящий момент ситуация под контролем. Всего в обсерваторе находится 102 человека. Проводится индивидуальная воспитательная работа с каждым. Периметр обсерватора оцеплен Росгвардией. Внутри дежурят сотрудники полиции. В обсерваторе работают медики, психологи, в том числе и врачи детской направленности. Я был вынужден лично разъяснять людям принципы определения в обсерватор и самостоятельно соблюдения режима самоизоляции. Считаю, что конфликтная ситуация возникла во многом по причине недостаточного информирования пребывающих пассажиров. Еще 200 человек прибыли ночью из Бангкока. Все помещены на обсервацию в гостиницу «Воздушная гавань». Семьи обеспечены всем необходимым. Очередную партию туристов из Таиланда ожидают ночью в пятницу. Они также будут помещены в карантин на две недели. Задача специалистов, встречающих сибиряков, разъяснить причины ограничения и избежать конфликтов. В случае отказа к работе с изолированными будут привлекать прокуратуру и судебные органы. В повестке оперативного штаба Ангарска сегодня один из наиболее важных вопросов – решение по итогам обращения президента России. В стране карантин продлен до конца апреля. Однако регионы вправе сами определять строгость мер и сроки его действия. Губернатор, на него сложены полномочия по принятию решения об ограничениях каких-то и прочим. Президент полностью это все делегировал полномочия руководителям субъектов. Делается запрос на какой период ввести ограничения в Иркутской области по нерабочим дням до 30-го или до какого-то иного срока. Сергей Петров высказался за продление карантинных мер для жителей округа как минимум на неделю, до 12 апреля. Дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от эпидемической обстановки. В Ангарске по оценке областных властей карантинные меры соблюдаются должным образом. Большинство горожан находятся в режиме изоляции. Полицейские патрулируют улицы и общественные места. Их задача в том числе и разъяснительная работа о мерах профилактики коронавирусной инфекции. А кроме того, контроль за теми, кто находится в режиме самоизоляции после возвращения из-за границы. Все ангарские пассажиры рейса 52-77 «Новосибирск-Иркутск» прошли тестирование на COVID-19. Напомним, они летели вместе с женщиной из Мегета, у которой подтвердилось наличие коронавируса. Все пассажиры рейса «Новосибирск-Иркутск», которые летели с пациенткой, у которой обнаружено это заболевание, кстати, она себя чувствует удовлетворительно. Как бы в средствах массовой информации не искажалось действительное, что тоже очень печально. Все пассажиры, проживающие на территории Ангарска, они обследованы, они все здоровы в части COVID-19. То есть зараженных среди них нет. Новость хорошая, но организация медпомощи в округе претерпела некоторые изменения. Часть бригад скорой помощи на вызовы к тем, кто в группе риска, ездят в специальной экипировке. Это пациенты, которые недавно вернулись из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Костюмов для работы с особо опасной инфекцией на станции скорой медицинской помощи и в больнице целом достаточно. Материал дезинфицирующий, лекарственные препараты в полном объеме. Все есть. Мы готовы к работе. Вот так выглядит так называемый противочумный костюм. Рубашка и штаны, поверх халат, затем сам комбинезон, высокие сапоги, косынка, маска и перчатки. После визита к пациенту из группы риска все костюмы тщательно дезинфицируются. Подлежаем к запасному входу, там раздеваемся, все складываем в специальный пакет. И после этого мы замачиваем в определенном растворе на два часа, как и положено. После этого высушиваем и проглаживаем. И пускаем в оборот. Сейчас каждый врач рискует своим здоровьем. Будь то хирург, гинеколог или окулист. Важно не паниковать и разумно подходить к оказанию медпомощи. Осмотр детей до года продолжается, но проводиться он будет в основном на дому. Не будет остановлена вакцинация детей. А вот плановая госпитализация в стационары, за исключением экстренных случаев, прекращена до 6 апреля. Под запретом – визиты родственников в стационары и палаты реанимации. Пациенты с нестабильным артериальным давлением. Пациенты, у которых возникли или усилились боли в грудной клетке, которые могут быть признаком нестабильности на кардии и предвестниками инфаркта. Пациенты с нарушениями ритма. Пациенты, обследующиеся по онкологической патологии или у кого есть подозрения уже на онкопатологию. Они, конечно, будут обслуживаться медицинскими организациями в условиях любой ситуации. А я имею в виду поликлиники. Тест на наличие коронавируса проводится только по соответствующим показателям, а не по желанию пациентов. Ведь забор анализов небезопасен для медперсонала. И само исследование весьма непростое. Пробирки, реагенты и прочее оборудование, необходимое для проб на COVID-19, имеется в наличии и поступит еще, как и противочумные костюмы. Единственная просьба всех медработников к жителям округа – это оставаться дома, быть на самоизоляции, не подвергать себя и окружающих дополнительному, никому не нужному риску. Останьтесь дома для людей в белых халатах, ведь они сейчас круглыми сутками на работе. Ради нас. В разгар эпидемии найти в аптеке медицинскую маску практически невозможно. Своими силами помочь землякам взялись общественники. Представители фонда «Город без наркотиков» из собственных средств и пожертвований предпринимателей заказали пошив более четырех тысяч масок. Выдавать дефицитные изделия обещают бесплатно, но только самонуждающимся. Кому планируем раздавать? Во-первых, пенсионерам. Во-вторых, беременным женщинам. В-третьих, женщинам, у которых есть маленькие дети до семи лет. Именно женщинам, не детям, потому что маски рассчитаны на взрослых, не на ребятишек. Распространять планируем, уже распространяем через заявки. Есть номер телефона, по которому можно позвонить пенсионерам, оставить заявку. Есть электронная почта фонда «Город без наркотиков», по которой можно оставить заявку для беременных и мам. Чтобы оставить заявку, необходимо оказать полное имя, дату рождения, адрес проживания и номер телефона. Также необходимо прикрепить к заявке фото подтверждающего документа, пенсионное удостоверение, обменную карту или свидетельство о рождении ребенка. Выдача масок будет производиться на следующий день после подачи заявки в ближайшем павильоне компании «Волна» после 12 часов утра. Адрес сообщат в ответном письме. Одни маски раздают, другие шьют, а третьи делают средства защиты из подручных материалов. В ход идут бинты, марли и даже канцелярские принадлежности. Например, с помощью упаковки перевязочных средств и набора простых резинок можно изготовить не менее 10 защитных масок. Денежные траты в этом случае не превысят сотни рублей. Вместо бинта многие используют тканевые салфетки. Цена рулона также около 100 рублей. А тем временем волонтеры Победы продолжают помогать пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Сегодня добровольцы привезли продукты 65-летней Людмиле Кирилловне. Женщина позвонила на горячую линию и сообщила о том, что у нее закончились необходимые медикаменты. Все необходимое волонтеры доставили по адресу заказчика. Сейчас в работу включены активисты ОНФ, волонтеры-медики, волонтеры Победы и сотрудники Иркутского регионального волонтерского центра. За день добровольцы могут осуществить до 10 заявок. Затраты на покупки получатель возмещает при доставке заказа. Решением суда закрыли первое вангарское предприятие, которое не подчинилось указам президента и губернатора. Рейхмахерская в 102-м квартале продолжала обслуживать посетителей, несмотря на карантинные меры. Красота спасет мир, но не в этот раз. Владелица салона пренебрегла безопасностью клиентов и своих сотрудников. Помещение опечатано. Шанс открыть двери заново появится у стилистов не раньше, чем через месяц. 31 марта в ходе рейда было установлено, что в данной парикмахерской осуществлялась предпринимательская деятельность по оказанию парикмахерских услуг. Было вынесено постановление о временном запрете деятельности. Сегодня состоялся суд в отношении данного предпринимателя и принято решение о приостановлении деятельности данного объекта на 30 суток. При повторном эпизоде предпринимателю грозит штраф за административное правонарушение. В обычных условиях его сумма до 15 тысяч рублей, а при карантине наказание могут ужесточить. Полиция перешла на усиленный режим работы. Контроль за соблюдением требования режима изоляции в основном на плечах правоохранителей. В ежедневном режиме оперативники проверяют работу общественных заведений, напоминают о мерах предосторожности водителям, а также патрулируют город и проводят работу с населением. Информация в том числе доводится при помощи громкоговорящих устройств для того, чтобы как можно больше населения имели к этой информации доступ. И кроме этого мы обеспечиваем раздаточным материалом, то есть где эта вся информация распечатана. Также к работе привлечены различные отделы полиции. Среди них ГИБДД, группы быстрого реагирования, патрульно-постовые службы. Помогать патрулировать городские улицы оперативникам будут также специалисты мэрии и сотрудники пожарного надзора. В их обязанность входит проверка организаций, которые не прекратили работу в условиях карантина. В первую очередь проверки проводятся в местах массового скопления и отдыха граждан. Это парковые зоны, также центральные улицы и торговые дома, где ограничение продажи товаров не первой необходимости. В ангарске жители оповещают также два спецавтомобиля службы ГОИЧС. Сообщение содержит главное предостережение – не покидать свои дома и соблюдать меры безопасности. Со 2 апреля общественный транспорт ангарского округа перешел на новое расписание. Автобусы практически всех городских маршрутов теперь будут курсировать только в утреннее время с 6 до 9 часов, а также вечернее – с половины шестого до 19 часов. Таким образом, перемещение обеспечит горожанам, продолжающим трудиться в условиях карантина. Трамваи будут ездить в течение всего дня, но по расписанию выходных, то есть с минимальным количеством вагонов. Актуальное расписание и интервал можно посмотреть в приложении GoToBus. Для обновления его необходимо перезагрузить. В условиях карантина Министерство труда меняет формат взаимодействия центров занятости с работодателями. Теперь сбор сведений о планируемых изменениях в штатной структуре предприятий будет приниматься в режиме онлайн через портал «Работа в России». Сервис позволит ведомству иметь представление о численности работников, переведенных на удаленную занятость и сокращенный график работы, а также производить мониторинг задолженностей по зарплате, что сегодня особенно актуально. Сейчас Минтруд готовит комплекс мер поддержки для предприятий, оказавшихся в тяжелом финансовом положении. Помощь для предприятия будет осуществляться на основании информации портала «Работа в России». В Ангарске продолжается дезинфекция общественных пространств. Вслед за транспортом, парками и городскими улицами обрабатывать антисептиками стали также жилые дворы и подъезды многоквартирных домов. Работу ведут сотрудники управляющих компаний. Мы сейчас усилили обработку мест общего пользования, это подъезды, места, где непосредственно люди у нас, жители ежедневно проходят. Обрабатываем специальными составами, содержание флорки и так далее. Лестничные марши, перила, дверные ручки, кнопки домофонов, либо если это дом с лифтом, кнопки вызова лифта, ну и управление лифта. Все это проводится на сегодняшний момент ежедневно. К слову, у сотрудников предпенсионного возраста многие жеки отправили на карантин. Прием посетителей в офисах не ведется. Все обращения принимаются исключительно по телефону или на электронную почту. В Ангарске закрыли спортивные и детские игровые площадки. Около 20 игровых зон, в том числе в отдаленных микрорайонах города, оградили защитными лентами. Доступ на территорию запрещен. Меры вызваны угрозой распространения коронавирусной инфекции. Контролировать соблюдение режима ограничений будут сотрудники полиции. Мы всячески пытаемся исключить нахождение детей на спортивных детских площадках в связи с проведением на территории Иркутской области режима самоизоляции карантина. Вообще у нас по закону посещение детских спортивных площадок запрещено. Но так как наши люди не совсем адекватно относятся к всему этому, вот сейчас на данный момент мы пытаемся выгнать со спортивной площадки молодежь. Поэтому нам приходится пытаться своими силами оградить эти площадки. Сейчас на данный момент они ограждаются лентой. Лентой пишутся, ну как сказать, вешаются такие опознавательные, ну на бумаге напечатанные о том, что это запрещено здесь нахождение, в том, что карантин. Ну и в последующем мы договорились, будет проведена дезинфекция спортивных детских площадок. Кроме того, при содействии управляющих компаний планируется огораживать сигнальными лентами детские и спортивные площадки во дворах жилых домов. Карантин – не повод отменять культурную жизнь. Так решили хранители Ангарского городского музея и вышли в интернет. Теперь познакомиться с экспозициями можно, не выходя из дома. Достаточно открыть страничку музея в социальной сети и поучаствовать в видеоэкскурсии. Первая из них посвящена основателю музея часов Павлу Курдякову. Мои сотрудники сделали сначала именно по каждому музею небольшую экскурсию, а сейчас почти каждый день будут выпускать по одной экскурсии, мини-экскурсии, рассказывающей о каком-то либо предмете, либо части нашего музея. Это будет очень интересно, увлекательно. Самое большое количество экскурсий проходит по часовым залам. Выставке хронометров посвящено сразу пять выпусков. Такой формат знакомства с экспонатами городской музей будет использовать и после снятия карантинных мер. Это был обзор событий недели. Берегите себя и соблюдайте режим изоляции.